Один из старейших турниров по греко-римской борьбе прошел в Уссурийске. Соревнования с 19-летней историей посвящены памяти Виктора Ивановича Пешкова. Первоначально состязания носили другое название. Но коллеги, воспитанники уссурийского тренера, мастера спорта СССР, Виктора Ивановича решили увековечить его имя в знак уважения и памяти. Он был реальный человек с большой буквы. Мы с тем тренером ходили с большой радостью к нему. И ходили заниматься, и хорошо учились. Раньше проверяли дневник, как учишься. Если плохо, то сидел на скамеечке, отжимался, но не занимался конкретно борьбой. Турнир памяти Виктора Пешкова еще год назад носил статус всероссийского мастерского соревнования. Таких в стране по греко-римской борьбе лишь два. Но требования к турнирам, где присуждают высокие спортивные звания, изменились. Теперь для кворума нужно участие спортсменов не из пяти, а из десяти регионов страны. В этом году организаторы попытались соблюсти это правило, чтобы в дальнейшем вернуть турниру Пешкова мастерский статус и его включить в российский календарь. В весовой категории 98 килограммов все призовые места достались уссурийским борцам. Виталий Хигай поднялся на вершину пьедестала. Ванник Манукян получил серебро. Бронза досталась их одноклубнику Роману Работкевичу. Победа присуждалась борцу, который ведет в счете на 8 баллов. Есть двухбальный перевод в партер, четырехбальные броски. Вот сумма суммируется. Если бросил и положил на лопатки, ну все это, считай, выиграл. В весовой категории 66 килограммов уже несколько лет не уступает чемпионство Андрей Цой. Как и в 85 килограммах никто не смог побороть Руслана Джафарова. Призерами стали Алексей Докошенко, Роман Полозенко, Борис Загней, Эдгар Аганисян и Егор Шульга. На ковре также выступали подростки. Дети боролись в рамках подготовки к крупным соревнованиям, которые пройдут 26 декабря в Находке. Тренер меня подготавливал, как от него защищаться, какие приемы ему нужно сделать, от которых он не стоит. Вот я пытался их делать, у меня получалось. Вместе с воспитанниками Федерации греко-римской борьбы в соревнованиях участвовали бойцы 83-й бригады. Троим солдатам удалось заработать бронзовые медали. Айтан Михайлов, Баир Дабаев и Дмитрий Попатько стали обладателями наград.